Привет, друзья! Это наш первый день в Таиланде. Мне, конечно, максимально не хочется себя показывать, потому что я только проснулся. Катя, вы слышите, уже плечится в ванной. И нужно приводить себя в порядок, для того, чтобы не пропускать цветовой день. Мы сделали невероятное усилие, чтобы проснуться в 8 часов утра. Вот смотрите, местное показывает. 8.21 в Москве сейчас. 4.21. А легли мы по местному в 2 часа. То есть в 10 по Москве. Давайте я вам покажу вид наш. Он, конечно, такой себе. Но все равно все зеленое. Муз прям отказывается верить на самом деле, ребят. Потому что буквально вчера я видел снег, и своих кроссовках топтал его в огромном количестве. Вот такая красота. Жалко здесь немножко вот это здание, оно все блокирует. Вот это у нас офисы Авиаселс. Там у нас море. Потом туда дойдем как-нибудь. И я уже поговорил с утра с менеджером. Как только туристов станет поменьше, нас переселят куда-нибудь на 5 этаж. У нас будет отличный вид. Спали очень хорошо. С кондием. Даже немножечко замерзли. Ну и сейчас у нас главная цель снять байки. Опять же, я уже сходил к менеджеру. Нам нужен PCX. Кате нужен Honda Scoopy. Она обещала в течение 2 часов разрулить этот вопрос. Но так как мы в Таиланде, ну как бы не факт. Может и целый день будет заниматься этим вопросом. Но байки нам крайне нужны. Потому что пешком здесь передвигаться вы сами знаете. Ну и как вы понимаете, вещи, конечно же, мы не разобрали. Потому что нам неохота было этим заниматься. Ну в течение там пары-тройки денечков все вот это распихаем. Я уже хочу даже чуть-чуть позавтракать. Хорошо, что вчера мы купили вот эту вкусняшку. С молочком открою. Мне очень она нравится. Ну вы видели в прошлом влоге. Ну и пойду сполоснусь, конечно же. Друзья, ну я зря гнал на тайцев. Они очень быстро решили мой вопрос с байком. Ну да. Да тут много таких штучек будет. Не обращай внимания. Я сегодня утром быстренько скажу. Сегодня утром проснулась. И услышала, что прям вот здесь где-то чирикает какая-то хрень. Я не знаю, что это было. И она прям так громкая. Думала, сейчас на меня если прыгнет что-нибудь, я что-то завяжу тебя. Я думаю, со временем твой мозг будет блокировать эти сигналы. Я вообще ничего не слышал. Нет, я не боюсь, пофиг. Просто я уже проснулась в тот момент, поэтому я услышала. Я боюсь, что на меня кто-то прыгнет. Взял, короче, PCX за 4000 бат. Но это стандартная цена. Ничего не поменялось. И завтра обещали Кате Хонда скупе. Так что вот, жди. Сейчас надо будет купить нам еще один шлем. Потому что у нас только один в комплекте. И поедем позавтракаем. На море скатаемся. Татья предупредил, что на челонге постоянно копы. Вот. Хочешь я кое-что расскажу тебе на канал, если будет интересно. В общем, я переживала то, что... Я взяла себе пла-санта. И когда у меня была последняя практика дома в Москве, я случайно забыла здесь зажигалку. Ну, чтобы пла-санта зажигать. Хотя обычно спичками зажигают, но это не важно. Я потом куплю спички. И я в аэропорту вспомнила, что типа, блин, у меня зажигалка не вытащена. Она лежит в этой коробочке. И я боялась то, что на меня начнут наезжать. Попросит вытащить. Да они просто попросят выкид. Вообще ничего не сказали. То есть они все просветили. Они почему-то нам сказали, у вас там бутылка воды большая. Они перепутали вообще. Перепутали, да, рюкзаки. Ну, как-то они вообще не докапывались ни до чего. Я такая рада, я как ты говорю. Сейчас поедем кататься с тобой. Ой, Си. Класс. Мне так нравится то, что не нужно краситься. То, что можно вот так вот просто одеть шортики, топик и идти гулять. Никаких тебе подштаников. Никаких тебе флисовых штанишек. Это да. Мы с Катюшкой готовы совершать подвиги. И едем кататься. Еще закинул на свои карты денежки. Посмотрим, как они здесь работают. На МТС-десятку кинул, на Газпром-8. Катя, ну тебе какой-то из них дам. Что там? А я помню. Вот, и надо будет шлем нам еще купить. Но я за налик. Ну и мой дружок на ближайшее время под номером 477 PCX. Цвет, конечно, не самый клевый. У меня серебряный был. Но ничего. У нас почему-то не получается открыть вот эту штуку. Сейчас позвали в подмогу. Окей, окей. Окей, окей. О, о. Спасибо. Господи, как же я рад. На Равайях открылась Ви-кафе, в который я раньше ездил, ну так скажем, в Ебенят. Но оно пока закрыто. Через полчаса откроется. Ну, мы пока прокатимся до пляжа Найхарн. Ну и заодно выйдем на Равайское побережье. Отсюда лодочки отправляются. Мы потом с Катюшей сгоняем на Банан Айланд. Вот. Блин, ну красота, ребята. Вот так вот ходить на песку, а не по снегу. Просто кайф. Я, конечно, как безумный малыш, который радуется всяким мелким деталям. Это мелкие детали? Ты серьезно? Ну, типа, я же это все дело показывал, но как будто в первый раз все равно. Клево. Поехали на Найхарн. Сейчас возьмем по кокосику. Скупаемся. Погода просто огонь. Ой, как же не хочется окунуться, а? Ты хочешь купаться, нет? Привет, я сейчас пока хочу покататься, посмотреть. Вкусно, полезно, да? Да. Да. Два блогера, да? Да, вот еще что-то. Обожаю кокосы. Вкус специфический, но мне нравится. Короче, зажму камеру между ног и буду снимать. Давай, пробуй. Первый раз буду пробовать кокос, ребята. А ты не пробовала вот так вот, да? Да нет, такого нет. Я знаю, только вот эти коричневые кокосики я мякоть столько ела. Здесь тоже можно. Он тебе ложку дал именно для того, чтобы открывать. Открывай. Вот, смотри. Пьешь водичку, а потом вот это беленькое ты как раз съедаешь. Коль. Очень полезная вот эта водичка. Мне нравится. Мне очень приятно смотреть, ты на все вот это реагируешь. Приятно? Конечно. Знаешь, как подарки я вот люблю делать? Получить вот эти человеческие эмоции. Вот когда я к брату ездил, скутер ему, ой, этот электросамокат. Получил эмоции? Да, да. Он впервые меня обнял. Так удобно получилось. Мы сидели в Е-кафе, и я зашел в интернет, посмотреть, где же находятся русские обмени, которые мне скидывал коллега. И вот прям соседнее здание, вон, желтое. В итоге я взял наличное, я просто перевел на тенек, и все. Думал, перекусить немножечко, кстати, вот по сравнению с рукой. Ну и салатрон, огромный. Все, ладно, будем лопать. У меня вот такой напиточек замечательный. Кстати, смузи клубничный, кто не понял, почти фуд. Все, приятного аппетита. Я еще не даю свою еду, но заказал счет для того, чтобы попробовать работать для Геостромбанка. 550 бат у нас, смешно. О, все прошло. Отлично. Так что все работает, пожалуйста. Геостромовская карта, стандартная. Уми? Упай. А, окей. Отлично. Я просто тебе карту дам. И наличные. Карту замыль, ты ее показывай давай. Короче, тот шлем, который мне изначально дали, в ренте, он мне не нравится, поэтому я приехал и взял вот такую себе Zeus. 2200, там, с чем ты, бас? А, окей, окей, окей. One year and free packing for transport. Окей. If you want take home, we'll be free packing. Окей, thank you. Гарантия год, чистка, упаковка, транспортировка. Все отлично. А Катюхи берем вот такой. Тоже сделать. Сейчас. Класс. Мне кажется, не буду этим пользоваться. Блин, вот так и должно быть, да, то, что у меня щеки так сжимают? Да, да. Ничего? Ничего. Доехали до Патонга, сейчас назад. Надо будет еще нам где-нибудь выпить что-то. Меня сушит. Воды имя хочу. Ну, а мы здесь находимся возле какого-то отеля, Нипа, ресорт. Я просто показываю Катюхи достопримечательности. Мы тормознули возле вьюпоинта, который между Короном и Патонгом. Понравилось тебе там? Да. Что это такое? Это вентиляция. А. Чтобы воздух туда залетал. Либо, если он тебе не нужен, дождь идет, например, закрываешь. Что в целом, расскажи мне свои ощущения. Красоточка моя. Ощущения? Дай тебе крошку сниму. Я просто немножечко в шоке от того, что климат такой классный. Мне нравится. Мне нравится то, что здесь просто в чем дома спишь, можно выйти на улицу, побродить, зайти в магазин, всем на все ходить. Да, это очень здорово, здесь расслабляешься. Ну, Катя, конечно, больше снимает видосов, потому что я в основном рулю, поэтому обязательно подписывайтесь к ней на канал. У нее будет, ну, гораздо чаще, наверное, все-таки выходить. Потому что у меня-то рабочий день. Я еще не буду кошку начала снимать, блин, это так классно. Удобно, скажи. Очень удобно. Худыш мой. Ну что, погнали? Господи, солнце на меня светит, жарит, как это классно. У нас первый день такая типичная программа туриста. Катьке показал слонов. Че? Ой, не так давит, как мой. Тебе этот больше нравится? Ну, давай заедем, поменяем. Если очень хочешь. Но у меня очков нет, как у тебя. Да, но я просто потому, что это не такой плотный. Ну, не знаю. Мне он плотный. Ушки я вот так немножко начинаю теребонькать, потому что встают. У меня прессать еще два раза плотнее. Блин, ну у тебя просто голова еще меньше. Этот шлем идеально. Он хотя бы не качается. Он не должен так качаться. Может быть, вот так вот ты сделаешь его? Вот чуть ниже сделал. Вот, теперь ты пилот. Топ-ган. Как тебе, слоник? Было страшно. На полный видос у Катюшки смотрите. А ты не видел вживую слонов до этого? Ну, может, когда было маленькое, где на зоопарку, может быть. Опыт, знаешь какой? Там на конце у него вот такие вот две штучки, и он вот так вот бананы захватывает. Он очень нежно, да, это делает. Да, и мою руку, получается, вот я бананы выдаю, и мою руку вот так вот делаешь постоянно захватывает. Прикольно. Не, ну классные, классные они, да. Так я что говорил, может быть, какой-то напиточек сгоню и возьму? Ну, ты что знаешь? Ты говоришь, есть хочешь, но я вообще не знаю. Не, я не говорю, что есть хочешь, а я вот так вот десертик. Ну, где кафе вот тут поедем, да? Ну, да без разницы, на самом деле, куда? А то ты просто хотел, чтобы кафе там шелушится. Так классно, ребята. Я вообще восхожу. Какой сегодня 17 декабря? Сколько эмоций. Просто все зеленое. Вот не могу поверить, будто бы просто во сне. Сегодня еще проснулся такой, думаю, блин, вот это кайф. А это он как раз кушает. Да. Трава такая. Ну что, погнали? Все. Кать-ка зависла. Ну все, теперь я точно в Таиланде. Тон-лянчик, рис, копеечек взял. Катюша карбонар у себя. Сейчас тебе еще вкусный напиток принес. На море-то я в итоге не скупался, поэтому сейчас басик прыгну. Ой, хорошо. Ну чуть-чуть, да, с непривычки, наверное. Вот с GoPro, конечно, суперудобно. Мама, подоград. Просто беги. Классно. Мама. Классно. Просто беги. Чё, жопку твою поснимать? Ой, меня зарядило! Ты почувствовала, как я ее в челюсть зарядила? За что? Я знала, что ты рядом. Давай, я добавку сею в огород, это что из России привезено? О, подожди, мне нужно закрыть! Подожди, нет! Давай просто нарвнем. Давай. Раз. Без рук. Ладно. Раз, два, три. Сколько уже у нас с тобой событий происходит в течение этого дня? В общем, я чуть не затопил GoPro, потому что не докрутил линзу, и туда наполнилась вода. Я в итоге пошел в номер, начал заниматься просушкой этой линзы. Все сделал, все отлично. И потом такой по карманам шарюсь, вот в шортах, в которых я только что плавал, думаю, блин, где бабки? В итоге они все в бассейне были. И Катя настоящий герой. Я взяла маску у девчонки на все лицо вот так вот, и как искатель золота просто. По всему бассейну, да? По всему бассейну, за каждую купюру ныряла. Я по всему бассейну так вот ходила с этой маской, думаю, где еще бабосики? Жесть! В итоге всплыла только одна двадцатка пластиковая, все остальное вот мокрое. Здесь больше трех тысяч бат. Я, Катя, сказал, все, твое. Забирай. Добытится. Я сказала, ты мое. Ну, а сейчас, наверное, сполоснемся в душе и быстренько попаю, пока не стемнело. Да, мне же не будет холодно, если я опять велосипедкой буду, столбики, ну и рубашку. Да, рубашку возьми, возьми. Вот так вот лошадики, блин. Ну ладно, ничего. Это Таиланд. Собай, Катюш. Привели себя в порядок после бассейна. Сейчас поедем, покатаемся и посмотрим баньку. Классно, смотри, у меня шлем цвета, как и носки сейчас. А мне вот этот нравится. Не, он очень классный. И стоили они, я даже не знаю, говорил или нет, этот 2400 или 2500, вот этот 2300. Этот дороже, потому что здесь есть, да, солнечные очки. Давай, показывай еще раз. Ну, правда, как пилот. К сожалению, тайцы сегодня не смогли нам найти Хонда Скупи. Все занято. И вообще вот так вот мимо проезжали, где рендбайк. В основном большие стоят. А мы сейчас еще покатаемся, поищем и Скупи, и Клик, посмотрим, что есть вообще в хорошем состоянии. Ну, тут видишь, чем хорошо у них брать именно. Потому что не надо депозиты никакие платить. А ты сейчас, это, язычком поболтаешь, и, может быть, говоришь, что это депозит. А как я язычком-то поболтаю? Ну, поговоришь с ней на своем ломаном английско-тайском. Я хотя бы их понимаю. Я тоже их понимаю. Ответить надо тяжело. Нет, ну я не всегда их понимаю. Да, вот девушка, которая продавала нам вот эти вот штуки, шлемы, вот ее я особо не понимала. Ну, давай, погнали. Хоп. Ну, этот немножко, конечно, такой раздолбанный. О, мне пофигу, я уже на всем покатался, поэтому сейчас непринципиально. Конечно, хотелось бы на верхенький, ну ладно. Рюкзак сюда вообще прекрасно помещается. Да. Все. И валим. Да. Давай, покажись. Да, в шлеме. Гонщик. Смешно мы выглядим? Да почему смешно? Нормально. Ну, расскажем вам, что у нас по байку получилось. И тут еще была проблема, ножка не вытаскивалась. Ой, это тоже забавная история. А ты снимала все? Да. Да? Как она там? Ну, все. У Катюшки на канале, как обычно. Ух, как же хорошо, ребята, вы даже не представляете. Не представляете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас даже получилось снять байк. Мы нашли вот такой прекрасный Suki с названием Club 12. Прикольный дизайн, он легкий и тебе должно быть удобно. Как тебе? Дизайн приборки поменялся с небольшим пробегом, в принципе, 14800. Как-то так. Короче, смотри, Катюшки. Заводится он, жмешь тормоз вот этот и нажимаешь вот эту кнопочку. Да, после этого медленно, максимально плавно жмешь вот эту ручку. Чуть-чуть, чуть-чуть. И поворачиваюсь. Немного переживаю за нее. Хоть она и пробовала, умеет, но все равно есть определенная доля волнения. Поэтому пробуем, мучимся и надеюсь, все будет хорошо. Ну и сейчас буду ждать ее, чтобы она кружков поделала несколько. И после этого я удостоверюсь, что все хорошо. И потом отпущу ее в свободное плавание. Ну, вроде не боится. Самое главное. Ну, как тебе самой? Зеркала, конечно, будешь настраивать под себя. Единственное, у Скупи есть, конечно, минус. Потому что зеркала очень маленькие по сравнению с PCX. Сняли в итоге его за 5500. Это новая модель. Получился дороже, чем мой PCX. Я думаю, под твой рост и вес он нормальный, да? Не сильно тяжелый. Мне удобно. Мне нравится. Хотя лыбнулось бы. Здесь волнение, да? Нет. Ну, как? Пока не выехал на дорогу, волнения нет. Ну, как только выйду. Тебе придется. Мне главное, чтобы ты мне подсказывал. Потому что либо стороннее движение могу тупить иногда. Ну, ты за мной гуськом поедешь просто. Ну, слушай, там же вот такое бывает движение. Если ты куда-то вперед оторвешься... Не, я постараюсь медленно. Надо поскорее брать симки. Потому что если вдруг я остановлюсь, ты поедешь дальше, мы потеряемся. Можно мне, пожалуйста, что я могу тебе написать? Отель, помнишь, Раваи. Все. Иди сюда, мой главастик. Горжусь тобой. Сейчас прокатились по большой дороге. Все было отлично. С поворотами. С поворотами. С поворотами. Разворотом. Да. Где машины ездят на высокой скорости. Молодец. 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 Я же говорю, у меня опыт есть. Правда, не такой, но... Просто немножко переживал. Самое главное, что у тебя есть тяга. Тебе это нравится. И ты не боишься. Все. Я мелкий водитель, у которого голова теперь перевешивала. Голова, а шлем. Голова-то у тебя не тяжело? Ой, не надо назад запрогиб. Ну давай, сходи по своим женским штукам, и я тебя буду ждать. И куда мы? Не знаю, можно на массаж? Да, можно. Ой, только единственное. Достань, пожалуйста, трюкзак. Хорошо. Мы на твоем, да, вместе? На твоем? Да давай на моем, а нафиг нам два. Завтра, если что, можно вдвоем прям поехать. Сейчас мы к отеле подъехали, мы сейчас вай-фай. Сейчас, посмотрю, что пишут. Заехал в мою любимую массажку. Окей, окей. Подождем. Сейчас, полмассаж. Часик. Я прям почувствовал, как весь треск из меня вышел. Надо ходить раз в два дня. Ой, супер кайфон. Каких там тоже что-то вещает. Тебе понравилось, как скажи? Всю зарплату теперь буду тратить, да, на массаж? Да. Ну у нас сегодня денек с тобой мощный. Как будто вот завтра уезжаем. Прям все и массажи, и то, и сё. Не, ну конечно, это лишь малая часть. Опять тут стропит свет. Че ж такое? О, все, теперь нормально. Хотя, все равно же контент интересный. В Саиландии, конечно, интересный. Мы сейчас покатаемся немного, и уже поедем отдыхать. Ты че, так резко... А, ты выбросить хочешь? Не будешь допивать, да? Сколько времени сейчас? Я вообще что-то потерялся. Десять. Ну у нас опять же будет амбиция. Сегодня пораньше, да, лечь? Да, конечно. Смонтировать ничего я не смогу. Два вроде бы уснули. А я проснулась в 7. В 7.20 примерно, а ты в 7.40. Ну, 7.50. 5, 10, 5, 15. 15, 5. Бери шлем свой, погнали. Какой он у меня крутой. Какой он у меня красивый. Вообще не мог. Он такой классный. Хочется уже завтра, да, чтобы наступило кататься, да? Да. Я сейчас вот здесь круги наяривала. Гри, можно, пожалуйста, тут прокачивать? Повезло, так повезло. Перед поездкой домой мы зашли в суперчип, и тут заливают. И наш байк стоит, не под крышей. Прикольно? Надо будет еще отзор покупок сделать. Ну, почти косарь суммарно потратили на все. Рублей бат? Бат. Ну, ну, много, видишь, вот прям всего. Обязательно, обязательно поделимся. Ну, и надо будет подождать, пока дождь не заканчивается. Ну, пока это все там. Он прям маленький такой был, да, изначально. Все, друзья, мы в номере. Сейчас будем отдыхать. У меня мокрая жопа. Потому что байт намок. День получился отлично. Катюнь, подтверди. Угу. Накатали сегодня 140 километров. Жопа болит. И сейчас вам сделаю быстренький обзор покупочек. Давай, врубай тоже свою камеру. Покажем, что же мы тут купили. Я обещал. Не обращать внимание на бардак этот. Потом разгребемся. Так, погнали. Первое. Какие-то снеки. Potato snack. Паттайя. Ни разу такие не пробовал. Кринглы. Две маленьких упаковочки. Специально беру маленькие. Потому что они могут немножечко намокнуть. Вот такие штуки. Что это, я не знаю. Не знаю. Их и качался. Это у нас. А, ну это гель для душа. Очень вкусненький. От компании Biore. По 50 бат. Вот то, что мы купили до этого. Понятия не имею, сколько стоит. Это мне шампунь. Чтобы я твой дорогущий не пратил. Стоил он, ну соточку, наверное. Да? Да, по-моему, соточку. Все в батах называю. Ну это поки. Всем известная тема. Тут два вкуса. Черника. А это я даже не понял. А, Oreo. Окей. Это Oreo, а это черника. Ни разу не пробовала. Это тебе. Это кофир лайн. Это тоник для волос. Супер офигенная вещь. Надеюсь, заценишь. Ага. Вот. Странно, потому что Андрей мне это посоветовал. И вообще, девчонки, чёрткий тоник для волос. Я знаю, шампунь, позиционер, маска, сыворотка, там не знаю. Но тоник. Ну вот так вот. Дальше идём. Ну, бумажные полотенца хрен с ним. Неинтересно. И самое главное. Ну это да, это для умывашек, да? Да, я просто не люблю вытираться обычным полотенцем. Тем более в отеле. Вот, поэтому взяла бумажные. Ну я, кстати, тоже приучился. На тебя, наверное, смотрю. Самое главное. То, что вчера не получилось. Это сингербир. Сейчас его надо убрать, только охладим. Оно и так холодное. Оно лёгкое и прикольное. Надеюсь, ты зацелешь. Не хочу ещё холоднее. Хорошо, как скажешь. Ну это салфеточки влажные. Так что-нибудь. Можно в багажник положить. Прикень, это у нас ещё детей нет. Мы с собой друг друга перебиваем. А когда будет, балаган просто будет. Да? Ну а как по-другому снимать? А, да. Мыло вот такое, корейское, со вкусом. А, ну это мёд. Да. Это Катюха выбрала. Я не выбирала, я дала тебя по-другому. Ты пришёл круто берём. Мне нравится. Со вкусом ланган. Ланган, да. Дальше. Алоэ вера. Немножко пантенолу. Немножко. Ну всё, я уже тупить начинаю. Немножко пантенолу. Чуть-чуть по-русски разговариваю. Чуть-чуть. И изотоник. Это я себе взял. А почему я этого не видела? Всё, заканчиваем. Давай, камеры накрываем. Давай две камеры друг друга. И так вот закончен. Нет, медленно. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду.